Доброе утро Это третий сезон Это очень сильный толчок На подобии Х-фактор у певцов М1 файтер На постсоветском пространстве Единственный проект Который толкает дальше бойцов Пройдя этот проект Человек может драться На международном уровне Дальше уходить Его статистика пишется В больших турнирах Резюме закинули Нас пригласили Поехали, участвовали В то время две победы Мы вас поздравляем А что дает вообще в общей сложности Такие проекты? Наверное, опыт какой-то или что? Вот лично для вас Что дало этот проект? Конечно, опыт для начала Но продолжение в карьере То есть основная цель Все-таки подняться уровнем В основном это реклама Биться очень тяжело В смешанных боях Можно постоянно биться На одном уровне То есть биться только в Казахстане Выигрывать, проигрывать Только, допустим, в Казахстане Или в таких странах Пробиваться выше Надо Европа, Америка Вот как бы этот хороший Такой трамплин После России Вот именно турнира М1 Многие уходят выше А потом, мне кажется Скучно быть на одном И том же уровне И занимать всегда первое место И быть чемпионом Казахстане Ну, тем не менее Как в России С боями без правил С ММА Насколько сложно в России Пробиться, так сказать В первые ряды? Там грандиозно вообще Это шоу У них сейчас Большие деньги вкладывают Очень сильно пиарит бойцов У каждого более-менее Среднего бойца У них уже свой клуб У них это Хороший зарабатанный денег Там и фитнес И кроссфит Ставится все вместе Ну, это такая среда Там на турнирах Обязательно звезды присутствуют Звездное телевидение Именно Считается как бы Хорошим таким тоном Уча быть там Засветиться Да, да, да В Америке Есть такая борьба Реслинг То есть там У бойца У каждого бойца Своё чуть ли не театральное Амплуа Сейчас в ММА Приближается ли К вот таким понятиям Борьбы Или все-таки Там более чистый То есть зависит Более от спортивной подготовки Бойца От самого бойца Чем от его Какой-то театральной Наработки Ну, в Америке Кроме рестлинга У них еще есть Известный промоут UFC Ну, считаю UFC он Рестлинг он Чисто американский А UFC идет он Уже Общепланетный Потому что Каждый Каждая трансляция UFC Основной заработок У них идет С продажи Вот онлайн трансляции Просматривает Где-то около 19-20 миллионов человек Поэтому Мне кажется Уже именно Смешанные недоборства Именно в Америке Они уже переплюнули Такие виды Как театральный Рестлинг Бушидо в Японии было Уже давно Ушли выше они Дороген, скажите Как быть всегда На высоте Как проходят Ваши дни Подготовки Вообще Распорядок дня Распорядок дня У меня день Два раза тренировки Утром и вечером А так А меня Как положено Сплю вовремя Вот и проходит день Мне вот интересно Тренировки Именно можно узнать Какие Что вы делаете Какие Может быть Виды Искусства Ну Например Утром у нас Ударная техника А вечером У нас Партер Как бы Сборевым С борьбой Вот так И у вас Получается Целый день В спорте В спорте В спорте Ну какие-то Наверное Человеческие Все-таки Интересы Развлечения Тоже присутствуют В воскресенье В выходной Да В воскресенье В выходной Так Чем вы развлекаетесь Кроме Чтобы быть чемпионом Я понимаю Нужно тренироваться Заниматься Спит Все равно Сон Все-таки Здоровый сон Лучше Вы 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 А питание Питание Питаемся Чем питаются Чемпионы Мне кажется Есть какая-то Определенная Вы наверное Все равно Две тренировки День Без спортивного питания Делать невозможно Здесь уже У нас Есть магазин свой Ребята Вот обязательно То есть у них есть Предтренировочный После Витаминизация Ну в принципе Подготовка Так же как готовят И олимпийцев И наших Спортсменов Такая же нагрузка Просто у нас Очень Япозон большой Разрешено Очень много ударов Разрешено Очень много техник Поэтому Тренироваться Тренировочный процесс Такой он Многогранный Ездит на сборы В прошлом году Дорин был в Дагестане В Дагестане Тренировался Очень известного бойца Хабиба Навагомедова Сейчас он является Бойцом UFC Идет без проигрышей Мы за него смотрим Переживаем Вот мы отправляем На сборы Да он там в горах Две недели жил Потом вернулся Дорин Вернемся к Москве К этому шоу Реалити шоу Что было интересно Там Что поразило Удивило И что По вашему мнению Немножко отвлекало От вашей основной деятельности Какой день Ну то что удивило Было Чуть ли не через день Через день Было там Мастер-классы В основном Было много Заметителей По именно Смешанным Одиноборствам И Боксеры Боксеры Сбивало 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 С основного Направления И долго Давайте Давайте Посмотрим С нашими Телезрителями О чем Мы говорим О отборочном Туре Ну я думаю Все к нам присоединятся А вы Нам пожалуйста Прокомментируйте Что именно Будет Да Вот Это Бои проходили На Москову Арена Большая Большая площадь Там очень Очень много Зрителей Было Там Там На входе Только такая Толпа Стояла Противник у него Из Белграда Данил Щетинин Да Тоже представитель Какого-то клуба Я не помню Ну он Два боя провел Это первый Именно Отборочный бой Всего В Афи Всего Было 36 Участников Четверо Отсеялись Получается Было всего 15 боев То есть В этот вечер Именно 15 боев Прошло До времени Он назрался вторым Каким промежутком Времени Ну здесь У него Первый бой Был в регламенте Два Два Раунда По три минуты Второй бой То есть Второй бой Уже был С победителем С тем Кто выиграл В первом бою Уже было Два раунда По пять минут Ну оба боя У нас закончились Быстро Здесь у него Противник был Занимался Классической борьбой Такой физически сильный Просто пониже Задача у нас Была его В основном Бить При борьбе Тоже стараться Не делать болевой А бить Что руки Короткие Ноги короткие И наверное Не подпускать его Близко Да Получается Да нет Наоборот В контакт Вот так Заходить И бить Это была Наша задача Потому что Функционально Человек Если очень сильно Разокачан Он очень быстро Устает Кислорода не хватает Все по тому же По человеку Смотришь И видишь Что лучше С ним делать Вы как настоящие Психологи Вам нужно За три минуты Оценить своего Противника Это я думаю Больше тактика Да Вообще Изначально Мы обычно Так как смешанный бой Он подразумевает Вот такой Как бы Пиар такой небольшой Обычно Видео выложены То есть мы Когда знаем бойца Мы обычно к нему Готовимся То есть вы уже готовитесь Знаете где он Обычно Противник когда видео Есть в интернете Смотрим И ищем его Слабые стороны Ну в то же время Он тоже смотрит Видео про вас И готовится к вам Какие улыки Здесь победа была Техническим нокаутом То есть В партере Даурен выиграл Добиванием Противник не мог Сопротивляться Бой остановили Чтоб не травмировать Ну такой неприятный момент Был В первом раунде Противник провел Запрещенный прием Получается В партере Ударил локтем в нос Сейчас кажется Будет там На повторе И сломал нос Даурен Ну сломал Без смещения Там сильного Поэтому в принципе Проект дальше продолжал А вообще Что возможно Что разрешено Или что запрещено Запрещено Бить в позвоночный столб Бить в затылок В партере Добивать локтями в лицо Ногами в лицо добивать В принципе В принципе все Разошло Даурен Скажите пожалуйста Во время боя Бывает такое Что вот Ну все Вы видите Что у вас уже силы На исходе Что вас может Я не знаю Взбодрить Поддержать Что у вас Придает вам больше сил Вот от чего вы отталкиваетесь В смысле может быть какая-то Я не знаю Может быть кто-то вас поддерживает Не знаю Там Такого не было Но Больше всего Тянешь время Чтобы быстро Чтобы прошло То есть если отведено Три минуты Нужно продержаться Эти три минуты Чтобы пройти дальше Ну и в первых Я думаю Тренер все-таки Он помогает Где-то говорит Что нужно делать Успокаивает Да То что ты Там Ну а где надо Бить не бьешь Где надо бороться Ну там не борешься Надо говорить Об этом Ты начинаешь Все это воспринимать И делать Уже бою Тем не менее Вот У вас Как у бойца Есть ли какая-то Определенная тактика И И меняете ли вы Эту тактику От боя к бою Потому что Получается вы же сами говорите Что вы просматриваете Видео с бойцом Также просматривают У вас И чтобы так сказать Не попасться На тех же самых ошибках Вы Можете Поменять тактику Можете Изменить Какие-то свои Особенности Или же Это уже не меняется Это уже наработано Да Какие-то эти ударные техники Или В борьбе Все нарабатывается Как говорится Типа С ударником Надо бороться С борцом Золотые правила Смешного боя Борца Борца Бей Техник нужно знать Какие только Единоборства Нужно применить Подготовительный процесс Он очень большой То есть В основном приходят Спортсмены У которых уже Какая-то база есть До времени Уже база была Вольной борьбы Его в основном Делали мы Ставили ударную технику Наш тренер Ставил Шахпутов Айбек И болевые приемы Именно выход из болевых И Второй бой Допустим Он победил уже Треугольник То есть Задушил человека ногами Мне вот интересно Чем отличаются Бои ММА От боев Восьмиугольника Или это одно и то же Одно и то же ММА это общее название То что В ринге И в клетке А восьмиугольник Это уже идут просто Место То есть Здесь восьмиугольник Может быть ринг Может быть ковер А ММА Это общее название Боев И вот Сколько я раз Слышал Было Примерно так Говорили Что борец Он выгоднее Смотрится на ринге И у него больше Шансов победить Чем у ударника Это правда или нет? Ну В какое-то время Так считалось Сейчас допустим Есть Чемпионы То есть Чемпионы UFC Которые вообще С базой Тэквондо Это просто От человека Зависит Ну что ж Наше время Подошло Эфирное время Для вас Подошло К своим логическим Разрешениям Можно будет вас Попросить Обратиться К нашим телезрителям Пожелать вам Доброго утра Может быть Есть какие-то Напусы Правильного Образа жизни Спортивное Что-то такое Чтобы тоже Поддержали люди У нас Фактически Очень много Спортсменов Мы знаем Можете Обратиться К нашим телезрителям Всем доброе утро Желаю Чтобы Занимались Спортом Вели активный Образ жизни И Чтобы добивались Своих успехов В спорте И в жизни Тоже Спасибо большое Не то что Да Обязательно Ну Я считаю Что Каждый мужчина Он должен уметь Заниматься Не спортом Заниматься Но должен уметь Зачтить себя Семью Поэтому Наверное Мы пришли В такой вид Со стороны Страшный Ну Желаю Людям Чтобы Просто Они себя Держали в тонусе Не обязательно Надо драться Бегали Вообще Чтобы Тогда у них Всю жизнь Хорошо будет Ну От женской половины Тоже вам скажут Да Мы любим сильных мужчин Спасибо вам большое Что эти мысли Вы были с нами Не переключайтесь Оставайтесь на Первом городском Спасибо за субтитры